Ну что ж, эта неделя ознаменовалась новыми, жесточайшими ракетно-дроновыми атаками врага на мирные украинские города и села. Харьков, Днепр, Киев, Запорожье и десятки других населенных пунктов в очередной раз ощутили на себе варварство путинских военных преступников. Сейчас на примере одного человека мы покажем истинное лицо того самого русского мира. Он оказался под завалами в результате вражеского прилета. Упал с перекрытием с четвертого на третий этаж. 19-летний Богдан Салимов три часа ждал спасения, будучи зажатым между бетонными плитами. Как вы уже поняли, в пятиэтажку, где он жил в Мирнограде Донецкой области, прилетела российская ракета. Два человека тогда погибли, пятеро были ранены. Когда Богдана доставили в больницу Днепра, он мог двигать только головой. Из-за травмы шеи у него отнялись руки и ноги. Как за жизнь парня борются медики, расскажет и покажет журналистка ТСН Анастасия Неверная. Богдан, который несколько дней пролежал неподвижно, сейчас уверенно подает руку, чтобы поздороваться с врачами и родителями. И хвастается новыми достижениями. Отец Богдана, который сейчас воюет на Луганском направлении, как только узнал, примчался в Днепр. На фронте видел многое, однако, глядя на раненого ребенка, слез не сдерживает. Правда, сын плакать запрещает. Богдан дома сидел за компьютером, когда в его дом прилетело. Парень вспоминает, провалился куда-то и лишь чувствовал, как немеет тело. Играл, 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 глухой звук, бац, в секунду, все. Поздно вечером 12 марта враг гибридной ракетой ударил по жилмассиву в Мирнограде. Тогда были разрушены четыре многоэтажки. ГСЧС освобождали людей из-под завалов. На этих кадрах спасатели выносят Богдана из разрушенной многоэтажки. Под завалами парень провел более трех часов. Пока ждал на помощь, больше всего боялся, что его не услышат и не освободят. Мы уже жили на четвертом этаже. Пятого, четвертого этажа нет совсем. Он провалился на третий этаж, сложенный в компьютерное кресло и заваленный плитами. Ждали кран три часа, чтобы разгрести, достать ребенка. Слава Богу, он уже живет. В больницу парня доставили совсем неподвижным. Он подожжал травму. Он получил травму шеи. Травма шея тяжелая, которая, к сожалению, отключила и ноги, и руки. Он был без движения, но отек был снят. Сейчас уже активно общается и делает звонки с подаренного отцом телефона. Совсем скоро его переведут из реанимации. Впереди у Богдана продолжительная реабилитация. Однако он и врачи уверены, домой он пойдет на своих ногах. Продолжение следует...